Привет, меня зовут Даша и мне оставил запрос за Маргулия. Я очень надеюсь, что правильно пронесла Ника, извиняюсь, если это не так. Итак, запрос о том, как я исправляюсь от прыщиков с помощью лейкопластыря. О чем я как-то говорила в своем видео, кажется, оно было посвящено моему месту красоты. Но я тогда не сказала, что там понадобится не только лейкопластырь, но и еще один помощник в борьбе за красоту. Это цветок, это алоэ. Я не помню, к сожалению, его латинского названия, но в народе он славится как тысячелетник. Это вот такое вот разлабистая алоэ, вот подобного плана. Сейчас мы будем его слегка калечить. Нам нужно от него отрезать совсем небольшой кусочек, буквально размером с нашу неприятность, скажем так, на лице. Вот видно, что я отсюда уже что-то брала. Берем ножницы и отрезаем совсем маленькую часть. Я буквально отрезала вот такой вот совсем осипусенький кусочек. Нам нужно его с помощью ножа теперь вдоль разрезать. То есть вот таким вот образом, чтобы мы могли использовать вот такую вот сочащуюся соком часть алоэ непосредственно для удаления наших неприятностей на лице. Нам понадобится ликопластырь. Я взяла вот такой, но вот такой. Но его лучше не использовать. Сейчас я нальплю и покажу почему. Вене я расскажу почему. Так, вот мне как раз выпало три прыщика на камере, слава богу, почти незаметно. Я прикладываю к одному из них сочащийся соком стороной кусочек алоэ и фиксирую его ликопластырем. Вот и все. Что я хочу сказать. Почему я не рекомендую брать вот такой вот зеленый ликопластырь, потому что он очень хорошо печатается у тебя на коже. И чтобы его потом просто не сдирать с кожи, не тирать этот след. Поэтому я советую брать обычный такой ликопластырь, который такие в аптеках продаются. Ну как раньше в советские времена, их не было одноразовых ликопластырей, были такие закрученные. Вот я вот этими веду. И вообще рекомендуют оставлять на ночь. Но оставлять на ночь это слишком уж. Потому что даже если брать без зеленой частички, одноразовый ликопластырь, то все равно остается такой прямоугольный след на щеке. Я обычно делаю это часа на два, на три перец. Но что касается вот этого чудесного растения. На самом деле, если он у тебя не растет в доме, найти его вообще не проблема. Это самые распространенные цветы. Совершенно в любом городе проводятся постоянно ярмарки зеленые. К тому же сейчас лето, самая пора. Да и на рынках в рядах бабушки стоят с цветочками. Вот этот алоэ тысячелетник, он стоит буквально 30-40 рублей. У нас, по-моему, я его взяла за 30 рублей. И этот способ, это самый лучший, известный мне способ избавления отпрыщиков. Даже лучше с помощью чайного дерева. Все говорят, что вау, там какое классное средство. И не надо прибегать к какой-то химике, к каким-то кремам. Спасибо, что посмотрела мое видео. Желаю тебе чистой, здоровой кожи. С тобой была Даша. Пока.